Приветствую вас. Вы знаете, если говорить о конкретных методах, о конкретных примерах применения метода наблюдения, то я бы привел вам следующее. Значит, представьте себе, что человек страдает расстройством, например, фабическим расстройством, то есть у человека фобия, ярко выраженная фобия. И, собственно говоря, люди с ними работают, ставят его в определенные условия, какие-то для того, чтобы человек как-то вот избавлялся от своих фобий, для того, чтобы человеку было легче, значит, бороться со своим страхом. Они с ним работают, они смотрят на то, как человек справляется со своими проблемами. И для того, чтобы понять им, есть ли прогресс в работе, например, вот если мы с вами представим такую ситуацию, что, например, ребенка, который боится клоунов, допустим, боится клоунов, если этого ребенка, например, помещают в комнату с клоунами, то люди, наблюдатели, они смотрят как раз таки на то, как ребенок преодолевает свой страх, как ребенок ведет себя, вот именно в этой ситуации, чтобы понять положительную динамику. То есть именно конкретный пример – это эксперимент. Абсолютно любой эксперимент, значит, начиная там с чего угодно вообще. Начиная с чего угодно и заканчивая вот подобными вещами. И я думаю, что метод наблюдения используется тогда, когда нужно проследить, например, вот в моем примере, нужно будет проследить, как субъект поведения справляется с поставленной задачей. Ну вот, например, со своей задачей, допустим, с поставленной. То есть вот ему дают определенную задачу, да, субъекту, и он должен с ней страдаться. Например, если мы говорим про ребенка, то ему дают такую задачу, что он должен какое-то время провести именно в комнате с клоунами. А субъекты, то есть наблюдатели, они смотрят на этого ребенка и пытаются понять, где динамика, где положительная динамика, где результат, эффект от терапии, который они используют. То есть наблюдение как процесс, наблюдение как процесс, наблюдение как метод использования, как метод работы используется тогда, когда люди ставят перед собой задачу выяснить, каков результат той деятельности, которую они осуществляют именно вот с, ну, может быть с испытуемым, может быть с клиентом сам и так далее. То есть это на самом деле не так важно уже. Вот. Надеюсь, в данный момент у вас понятен. Вот. В принципе, я думаю, что на этом можно было бы закончить, потому что здесь нужно конкретно, что вас интересует, здесь надо бы именно конкретно, что вам нужно именно конкретно для чего вы это спрашиваете и так далее. Потому что, ну, вот так, как вы задаете вопрос, это очень много примеров, абсолютно любой пример, например, любой пример, скажем, эксперимента, любой пример эксперимента, как бы и отвечает на ваш вопрос. Абсолютно в каждом примере, абсолютно в каждом эксперименте используется метод наблюдения. И если вы почитаете, например, исследования, то вам эти исследования будут. И вам будут эти примеры. На мой взгляд, вот как это видится мне, наиболее хорошо метод наблюдения себя проявляет, когда есть цель, когда есть цель, понять, какова динамика человека, какова его динамика, каков прогресс того, что происходит с ним. И вот именно, как бы, именно вот в этом и проявляется, на мой взгляд, метод наблюдения. Метод наблюдения. Можно посмотреть, как человек через метод наблюдения увидеть, как человек ведет себя в стрессовой, в трудной для него ситуации, например. Тоже такой довольно хороший способ использования метода наблюдения. Но при этом нужно понимать, что метод наблюдения хорош всегда, тогда, когда нужно собрать данные. И составить определенную картину происходящего. Вот, например, есть, допустим, больной. Вот, есть, больной. И этот больной, он, например, Сама себя ведет при определенных обстоятельствах. И чтобы понять, какие обстоятельства являются ключевыми для поведения больного, для изменения поведения больного. Чтобы это понять. Ну, нет, опять же, проводить наблюдения. На этом все. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Если остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.